Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы приехали в питомник времена года к Анне Чернецовской, руководителю этого замечательного места, чтобы посмотреть на ее цветы. Уже у нас май, и мы все соскучились по цветам. Здесь огромная коллекция летников, и сегодня, надеюсь, Аня нам все расскажет. Ань, у тебя здесь очень много цветов, просто огромная коллекция. Я даже не знаю, на что стоит обратить внимание. Глаза разбегаются, и петунии, и сурфинии, и алюсумы, и огромное количество виолы. Просто разбегаются глаза. Я смотрю, ты какие-то растения нам приготовила отдельно. Почему? Приготовила те растения, которые можно высаживать самыми первыми. То есть, в самом начале мая, когда на улице еще холодно, и сурфинии, например, высаживать нельзя, есть небольшое количество растений, которые можно уже высадить в сад, на балкон, в открытый грунт. В первую очередь, это, конечно, виола. Виола – это онишные глазки, которые многие знают, что это такое. Вот такие крупные достаточно цветы. Их бывает очень много разновидностей и сортов всех цветов радуги. Бывают чуть помельче, чуть покрупнее. Бывают с волнистыми краями, бывают пестренькие. В общем, полное разнообразие. Кроме обычных анюсиноглазок, бывают еще анюсиноглазки ампельные, которые высаживают в кашпо и вазоны. Они вот в рассаде, на первый взгляд, ничем не отличаются, но потом они начнут сильно разрастаться и свисать с края горшка, и получатся очень красивые, получаются великолепные такие корзины большие. Кроме того, бывают еще фиалокорогатые. Это вот такие мелкие чудесные цветочки, очень миленькие, тоже всех расцветок. И вот у них есть очень большое преимущество перед обычной виолой. Считается, что обычно анюсиноглазки к середине лета уже отцветают, их надо менять. Хотя современные сорта цветут очень долго, если их подкармливать, они будут цвести до конца августа. Но вот фиалка рогатая цветет до заморозков, вообще не прекращая, только разрастаясь и становясь все пышнее и пышнее. И она, в отличие от анюсиноглазок, подходит вообще к любому стилю. То есть она настолько нежная и... Но она похожа на лесную такая. Она похожа на лесную, да, и в то же время она даже и в парадных цветниках, в принципе, нормально смотрится. Ну, другого цвета, может быть, не такого вот... Это Delft Blue называется, да, такой совсем нежнятина. Если взять цвет, там, допустим, красный, то она и в парадных цветниках будет хорошо. Если более нежный, то и в лесных хорошо, то есть вообще везде. И она абсолютно неприхотливая. Вот вообще посадил и забыл. Ну, поливать только надо, да, там можно даже не сильно подкармливать. И она легкие заморозки весенние переносит нормально. И весенние переносит нормально. И осенние первые заморозки она тоже нормально переносит. И она не перестает свистеть. То есть она вот как посадил, так и поля фиалок, так и будет. Ну, это то, что нам нужно. Очень классно, да. Какое еще растение можно высадить рано, вот сейчас? Можно попытаться высадить алиссум. Он, конечно, не такой холодостойкий, как виола. Если будет минус 2, минус 3, его побьет слегка. Но, в принципе, он выживет. Осенью алиссум переносит и минус 3, когда вот он уже крупный и разросшийся. Но весной пока это молодая рассада, он, конечно, более нежный. Алиссум тоже бывает вот такой обычный. Это не обычный. Вот это обычный, который высаживают в грядке. Он такой вот рост и будет. Просто большими, такими широкими плюшками. А есть алиссум ампельный. Вот он. У нас серия стрим. У нас сейчас есть два цвета, розовый и белый. В принципе, он еще бывает сиреневый. И такой слегка голубоватый. То есть он, видно уже сейчас по рассаде, что у него вот он опускается вниз. И даст такой вот, еще посильнее разрастется. Будет прям шар из него. Запах. Запах обалденный, медовый запах. Очень сильный, пахнет медом. И когда в саду вот стоит такой вазон, мимо проходится, прям вот, если задеть его чем-то рукой, то просто вот прям очень сильно идет запах меда. Но пчелы, кстати, при этом на него не летят. Потому что все-таки это не наше растение. Я так понимаю, что это просто не местное наше растение, потому местные пчелы его не признают за медоносы. Ну, мы раздужем неплохо. Так это и хорошо, что они не прилетят к вам домой. Никто нас не ужалит. Никто нас не ужалит. Ну, мы рассматриваем эти растения как растения для того, чтобы посадить их в кашпо. Возможно, украсить балкон, веранду, а не высадить в цветник. Я так понимаю. Ну, вот те сорта, которые не ампельные, в принципе, и в цветник можно. Ампельные сорта, конечно, они для кашпо, для балконных ящиков, для вазонов, для террас. Еще холодную погоду хорошо переносит цинерария. Ну, ее вы все знаете. Вот такое растение с серебристыми листьями. Это еще немножко не выросшая рассада. Маловато. Ее часто высаживают в городе, поэтому многие считают, что это такое вообще не очень хорошее растение. Что оно для города, а домой его не надо. Но на самом деле тоже не совсем так. Если подобрать ему удачных партнеров, оно очень классно смотрится. И оно вот как раз останется в вазоне и в балконном ящике в октябре, когда уже все давно пропадет. Ну, вот цинерария остается. Ну, то есть она тоже морозостойкая достаточно и будет хорошо жить, даже когда погода у нас значительно испортится и пойдут морозы. Аня, скажи, а все это можно вообще как-то совмещать вместе? Потому что, ну, я смотрю, в основном вы делаете вот эти вот подвесные кашпо с одинаковыми растениями. А возможно сделать какой-то вот большой балконный ящик и посадить туда какую-нибудь композицию из разных растений. Как они сочетаются между друг с другом? Конечно, можно. Прекрасно они сочетаются. И много мы, на самом деле, делаем каждый год композиций. Сейчас покажу, как это делается. Вот у нас есть такой балконный ящик. Длина его 60 сантиметров. Меньше мы не сажаем, потому что меньше уже совсем малепуски. И, выбирая балконный ящик, важно обратить внимание на глубину. Потому что часто продаются такие меленькие ящики, в которых получается очень мало земли. И растениям потом становится в них тесно. Вот мы покупаем максимально глубокие ящики из тех, которые вообще доступны для розничной продажи. И здесь еще внизу есть такой поддон, который позволяет сохранить нам воду. Так, надеваем перчаточки. Я думаю, что расскажешь сейчас, как правильно готовить грунт для этих растений. Потому что они будут жить в этом кашпо как минимум 5 месяцев в нашем климате. А где потеплее, то, возможно, еще дольше. Поэтому нужно подготовить им хороший грунт и обеспечить им какую-то подкормку, которая будет там у него находиться. Значит, грунт. Мы у себя используем готовый грунт. Торфосмесь. Примерно это то же самое, что вы покупаете в магазине в любом пакете. То есть это не земля, по сути. Это торфосмесь в любом случае. У нас уже в нее добавлено 10% перлита. Заранее замешано. Конечно, прямо с перлитом вы не купите. Но вы можете купить перлит отдельно и смешать его самостоятельно. Ну, у нас уже недавно был на канале ролик о том, как бы готовить грунт. Поэтому у нас уже зрители наши подготовлены к посадке. Прекрасно. Значит, мы наполняем грунтом ящик. Обычные удобрения, как правило, уже в грунт добавлены, если у вас покупной грунт. Если это грунт, который вы уже использовали ранее, или какая-то земля из сада, там, не знаю, то нужно добавить немножко обычного удобрения, которое для первоначальной закладки. Обычно садовое удобрение. И для вазонов и балконных ящиков прекрасно использовать удобрение пролонгированное действие. Мы используем осмокот или базокот. Мы используем 6-месячный. 5-6 месяцев он называется. Это марка удобрения осмокот? Осмокот – это марка удобрения, по-моему, немецкие. Есть еще голландский базокот. Осмокот желтенький, базокот зелененький. Ну, в принципе, суть такая, вот у них такие вот… Ну, как капсулы, даже не гранулы, а капсулы, наверное. У них есть разные марки в зависимости от длительности, вот в месяцах, сколько они действуют. Но эта длительность рассчитана при температуре 22 градуса. То есть, если, например, на балконе жарко, то он закончится быстрее. Поэтому мы вот обычно не трехмесячный, а 5-6 месяцев используем. Как раз его хватает до осени. Дозировка у него 4 грамма на литр почвы. То есть, вот, получается… Ну, можно либо отмерить, но мы уже знаем руками, сколько надо. Примерно вот такую горсточку мою на ящик. Он замешивается в землю. То есть, не куда-то вниз, а прямо вот как перлит, перемешивается равномерно во всем длительности. Да. Можно, например, наполнить ящик на 2 трети, добавить удобрения и помешать. Потому что в самом верхнем слое нет корней, и, в принципе, он не очень там нужен. Ну, у однолетников в основном такая мочковатая корневая система. Да, и она идет не по поверхности, а вниз, я так понимаю. Да. Базакот, осмокот, с ним, если одна проблема, он не продается в магазин. Его нельзя купить. Его можно либо заказать на каком-то сайте через интернет, либо, если это невозможно, купить то, что купить можно. Есть удобрения пролонгированного действия типа Покон польский или Плантелла. Вот они продаются в крупных супермаркетах. Либо на худой конец такие есть палочки-стики удобрения нашего производства. Ну, вот хотя бы их. В принципе, тоже нормально. Тоже один раз закапываешь, и уже про удобрения можно забыть на ближайшие 3 месяца, я так понимаю. Ну, их не один раз. Палочки не действуют все время. Их надо там раз в месяц, раз в два месяца добавлять все-таки, если вот палочками... Ну, это все равно, это не вносится в лейку, и не нужно каждый раз разводить и поливать. То есть, это все равно проще. Конечно. Но мы, на самом деле, большие композиции все равно еще дополнительно поливаем. Все-таки, потому что, да, вот этот секрет, когда ты приходишь в какой-то питомник или садовый центр, ты видишь огромные вот эти вот кашпо в цветах, приносишь их домой, и у тебя через какое-то время все это немножечко повисает, ты начинаешь удобрять, поливать. А есть какой-то секрет, оказывается, у вас. Все-таки вы дополнительно какие-то подкомки вносите, чтобы это все выглядело настолько пышно. Основной секрет, это как в анекдоте про не жалеть заварки. Не жалеть заварки. Не жалеть осмокот, он дорогой, и не все питомники его используют. И вот кто-то его вообще не использует, кто-то использует меньше нормы. Вот не пожалеть. То есть, насыпать столько, сколько надо по норме. Расскажи нам, Аня, по совместимости растений. Нет ли каких-нибудь из здесь секретов? Можем ли мы сажать виолу вместе с алюсомом? Можем. Биологически нет никаких вообще противоречий. Все однолетние цветы сочетаются со всеми. Единственное, что нужно, конечно, учитывать их потребности. Какие-то есть более благолюбивые, какие-то более засухоустойчивые, какие-то выносят тень, какие-то не выносят. То есть, если, например, посадить в один ящик растения, которым нужно много воды, и растения, которые не любят воду, то, наверное, получится не очень здорово. Но вот те растения, о которых мы говорим сегодня, Алиссум, Ценерария, Виола, они все прекрасно друг с другом сочетаются. У них у всех средние требования ко всему, и к свету, и к влажности. То есть, можем все это благополучно смешать. Значит, если мы приобрели или вырастили сами рассаду в горшочках, то сажать ее, собственно, очень просто. Мы просто вытаскиваем ее из горшочка. У правильно подготовленной рассады должен быть обязательно хорошо оплетен корневой ком, для того, чтобы корни не повреждались при вытаскивании из горшочка. И влажная должна быть земля. Просто, собственно, вот так вот ставим и засыпаем. Вот и весь секрет. Прекрасно. Мне всегда нравится, когда секретов мало. Если такая кассета, из нее можно чуть-чуть посложнее вытащить. Но, в общем, тоже ничего такого страшного. Видите, тоже оплетенный корнями должен быть ком. Не разминать его не надо, ничего не делать. Если вдруг растение немножко перестояло, и вот здесь вот внизу такая борода образовалась, такой комочек корней, его лучше отщипнуть. Отщипнуть все-таки. Вот это молодое растение, здесь нет никакой бороды, поэтому с ним ничего делать не надо. Просто берем его. Расскажи немножко, как вот такая кондиция рассады достигается. Вот если мы купили семена виолы, чтобы вырастить такую прекрасную, бодрую, хорошую рассаду, во-первых, когда ее нужно посадить, семена, посеять? Вот чтобы сейчас, к началу мая, получить такую рассаду, посеять нужно было в феврале. Ничего себе. И это же... Даже в конце января, наверное. Ну, значит, с этим мы немножко опоздали. Спасибо, мы опоздали уже. Деваться некуда. То же самое с алисумом. Алисум побыстрее растет. Вот у нас здесь есть уже вполне себе приличная рассада. Она посева вот сразу после 8 марта. То есть где-то 10-15 марта мы сеяли. Сейчас она не совсем готова, но к 10 мая будет уже готова. То есть вот, грубо говоря, алисум 2 месяца, а виола почти 3. Если что-то сейчас сеять, что-нибудь успеем? Ну, допустим, там, к первым числам июня. Что-то есть такое, что можно сейчас посеять, и оно в течение месяца будет уже иметь какую-то кондицию. Тагетис, бархатцы, более или менее. Ну, он за месяц вырастет, да, наверное. Остальное все растет чуть дольше. Вот одни из самых быстрых – это алисум. Самый быстрый – тагетис. Остальное все за месяц не вырастет, не успеет. Остальное все минимум полтора. Та же петуния – это почти 2 месяца. Виола – 3. Ладно, давай продолжим сажать нашу балконную композицию. Скажи, они друг друга не будут затенять, притеснять, давить? То есть, ну, немножечко различный габитус, наверное, будет и у алисума, и у виолы. Ну, в таком количестве нет. Тут главное – соблюсти, так сказать, умеренность, не посадить 40 цветков в один балконный ящик. То есть, пусть оно лучше будет вначале немножко лосовато, первые дни. Ну, вот смотри, вот такое вот растение, насколько оно увеличится? Вот это ампельный алисум. Он увеличится здорово. Вот эти два горшка, они практически целый ящик с собой закроют. Но у него рыхлые достаточно веточки, поэтому вот эта виола, она будет из них как бы торчать. Вот в этом кашпо сколько сидит кустов? Это одно растение занимает полностью? Это одно растение. Прекрасно. Это еще, собственно, только начало его. Оно потом образует вот такой полный шар, будет не видно горшка. То есть, не нужно несколько растений вот на такой объем. Ну, в принципе, это самое распространенное кашпо, которое везде есть. Ну, да. И когда покупаешь маленькую рассаду, особенно если это виола, хочется, чтобы сразу же как бы уже было все такое достаточно декоративное. А вот виолы сколько нужно на такой кашпо? Виолы, если мы говорим про виолу тоже ампельную, то сорта виолы рогатой мы сажаем в такое кашпо два растения маленькое, а сорта несиных глазок ампельных, у нас есть такая серия фрифл, в маленькое в такую одну тоже мы сажаем, а в кашпо чуть побольше, там, две-три. То есть, одна-три растения на такое кашпо? Ну, три, наверное, потому что вот эти крупные сорта, которые мы используем, достаточно сложно купить. Я думаю, что не у всех это получится. А если сажать вот обычную виолу, ну, на маленькое такое кашпо три штучки. А на такой балконный ящик? На такой балконный ящик 60 сантиметров мы сажаем ампельных растения по три штуки. Если вот мы сажаем такую виолу, то можно посадить, ну, 8-9, примерно как-то так. Если мы смешиваем, а сейчас я сажаю 5 виолин и 2 алисума. Я считаю, что этого достаточно. То есть, сейчас оно, может быть, будет немножко, ну, не так пушно выглядеть, но зато оно не начнет у вас душить друг друга через две недели. Ну, вот это важно, да. Вот такая композиция, она через две недели уже будет выглядеть вполне прилично. Через месяц она будет очень объемная. Ну, если вы хотите сразу получить эффект, то, в принципе, вы можете посадить больше, но понимать, что через некоторое время им станет тесно. И может быть, например, у нас есть клиенты, которые просят посадить сразу много, через месяц приехать и часть выдернуть. Ну, да, это вот, например, ну, какие-то места, где им нужно сразу получить какой-то... Чтобы сразу было красиво, да. Чтобы сразу было красиво, да. Ну, либо надо просто тогда, если... Ну, а большое количество растений чем чревато? Потому что им будет не хватать кормовой базы, я так понимаю. Во-первых, им будет не хватать кормовой базы. Это один вопрос. Ну, грубо говоря, можете сказать, что, да, давайте лить больше удобрений. Но они начинают душить друг друга и в смысле света, и в смысле влажности. Они, самое плохое, они начинают спревать у корней. То есть становится очень много листьев. И вот внутри под листьями получается очень влажно и темно. И они просто начинают загнивать у корневой шейки. И нижние листья начинают все гнить. Получается такая нехорошая каша. Поэтому все-таки важно соблюдать определенное количество на пространство определенное. Конечно, важно соблюсти баланс. Да, я вот призываю на ящик, например, 60 см сажать 3 растения. На ящик 80 см мы сажаем 4 растения. На метровые 5, соответственно. Ну, ампельных. Если это кустовые сорта, вот как обычно Виола, можно в 2 раза больше. Ань, расскажешь еще нам про какие-то растения? У тебя так много интересного. Мы вот посадили сегодня с тобой Виолу, посадили Алисум. А я еще видел очень много цветов, названий которых я не знаю. Мне кажется, что наши зрители, возможно, тоже не знают. Расскажем об этом еще? Расскажем. Прекрасно. Смотрите наш следующий ролик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова